Продолжение семейной темы. Семья Савиных из Карткировского района победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». И сейчас с нами на связи супруги Савины. Юлия Анатольевна и Валерий Владимирович, здравствуйте. 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 Добрый день. Очень рада вас слышать. Скажите, пожалуйста, как получилось так, что вы стали участниками всероссийского конкурса? Значит, был объявлен конкурс на выявление лучших многодетных семей Республики Коми и нужно было подать заявку. Значит, первый этап проходил в муниципалитетах и до 15 февраля должны были подать заявки в районах. У нас в Карткировском районе, значит, мы узнали из районной газеты «Звезда», а также администрация района тоже напоминала все сельские поселения, что вот идет такой конкурс. И, к сожалению, с 2014 года из Карткировского района никто не участвовал, потому что там много документов, много материала надо было готовить. Поэтому мы все взвесили с супругой Юлией Анатольевной и решили поучаствовать. И решили подать заявку сперва, значит, в управление социальной защиты Карткировского района. Тут уже прошел отбор и нас, значит, район выбрал и уже, значит, мы подали документы уже Министерства труда и, значит, Данятовский социальный защитный Республики Коми. В общем, такой тернистый путь прошли, да? Мы участвовали в этом конкурсе. Молодцы. Как часто Ваша семья участвует в подобных конкурсах? Или это первый опыт? В каких-то вот семейных таких, да, конкурсах. Именно как семейный конкурс, это у нас, конечно, первый опыт. И он такой удачный у нас получился, этот опыт. Вот, а в целом каждый член СМИ по своему направлению, по характеру своей деятельности принимает участие в конкурсах. Самых разных, от творческих до спортивных. И мы, родители, сами поддерживаем такое хорошее начало в наших детях. И сами тоже участвуем, никогда не оглядываемся назад, не смотрим на время, а стараемся идти вперед. Потому что верим в то, что только свое участие и позитив именно принесут хорошие плоды в воспитании детей. И все это, победы, они именно сплачивают семью и позволяют радоваться друг за друга и находить в простой обыкновенной жизни, да, все, так сказать, яркие звездочки, которых можно достигнуть, если ты приложишь определенные усилия. Вот у вас в семье трое детей. Скажите, пожалуйста, как вы успеваете вести такую активную общественную деятельность и как успевают дети? Может быть, есть какая-то вот такая общая формула семейного счастья, какой-то рецепт, вот если вкратце, можно? Ну, я бы сказал так, что вот жизнь каждому дается один раз, поэтому, значит, нужно попробовать в жизни многие направления, потому что если просто жить, работа, дом, дом, работа, как-то вот неинтересно, вот, поэтому мы прививаем и детям, чтобы они разбирались в каждом, в каждой сфере, и в спорте, и в культуре, и на мероприятиях, вот, любили природу, свой, значит, родной край, родину, где они родились, вот, и наши дети, им тоже очень нравится, вот, многие говорят, значит, на селе жизнь, значит, тяжелая, скучная, вот, но мы бы не сказали, нам нравится в своей родной уголок земли, и детям, что самое главное, тоже очень нравится, они с удовольствием ходят с нами и на природу, и на рыбалку, и погребы-ягоды, и на охоту, вот, и, значит, старшая дочь, она участвует у нас в волонтерском движении, вот, она учится аксизма-фицей города Цикара, вот, и поэтому у каждого члена семьи у нас свои какие-то интересы, и есть общее увлечение семьи, в которых мы участвуем всей большой дружной семьей. Это, это очень здорово. В общем, главное, я так понял, принцип, это всегда быть вместе, друг другу помогать. Осталось только пожелать вам самого хорошего. Семейного счастья. До свидания. Спасибо большое. Большое спасибо. До свидания. Мы подобрались к середине программы. Давайте заглянем вперед. До свидания. До свидания. До свидания.